Это «Весть утро» Карачаева, Черкесия. В студии Альбина Курочинова-Кенжева. Здравствуйте! Традиционно начинаем выпуск с прогноза погоды. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 17-22, в горах местами плюс 11-16, днём до плюс 37 градусов тепла. В горах местами 24-29 градусов. В Черкесии без осадков ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 20-22, днём 33-35 со знаком плюс. В садах Карачаева-Черкесии приступили к уборке урожая персиков раннего срока созревания. Они являются одним из самых популярных фруктов в мире благодаря своей сочности и сладости. Какой урожай ожидает садовода республики в этом году, узнавала Альбина Ламкова. Медовая сладкая мякоть персика нежная и ароматная. Она не только вкусная, но и полезная. Плоды содержат большое количество витаминов. Эти фрукты отличаются от других тем, что при термической обработке не теряют полезные свойства. Чтобы не собрать качественный персик, чтобы ни битого не было, ничего, как говорится, брака не было, ничего. Чтобы, естественно, аккуратно сложить всё. Рабочий день в персиковом саду начинается в 8 и заканчивается в 16.00. Собирают урожай на площади полгектара. На уборку фруктов рабочие приезжают из соседних населённых пунктов. Их 35 человек. Правила сбора просты. Плоды нельзя тянуть или дёргать. Их надо аккуратно прокручивать. Если неправильно сорвать персик с дерева, то он будет непригоден для дальнейшей продажи. Дневной нормы сбора нет. Но чем больше, тем лучше, признаётся с улыбкой Ренат. Коллектив дружный. У нас всё прекрасно здесь. Всё отлично. Четыре дня мы собираем персики. Ну, что я могу сказать. Наши персики самые качественные. Экологически чистые. По три, по четыре тонны, по две тонны собираем. Вы любите ли вы персики? Конечно. Срок эксплуатации персиковых садов – 25 лет. Деревья в саду низкорослые, чему способствует правильная обрезка. Кстати, вкус не зависит от размера. Бережно собранные из дерева плоды также аккуратно укладывают в картонные ящики. Впрочем, искусство опытного сборщика заключается в том, чтобы спелость фруктов определять не на ощупь, а по внешнему виду. Сбор персиков не терпит спешки. Плодам надо дать время, чтобы они набрали сок, цвет и вкус. Сбор мы производим сначала нижний ярус собираем, потом на платформах собираем верхний ярус. Планируем собрать порядка 10 тонн, надеемся, но так как мы его не завершили, поэтому подсчета еще точного не было у нас. Еще в садах Карачаева-Черкесии выращивают яблоки и груши, так что лишних рабочих рук нет. И желающим потрудиться на свежем воздухе всегда рады. С 15 августа начнется сбор яблок. К этому сбору мы привлекаем большое количество людей, в основном жители Карачаева-Черкесии, ближайших аулов, сел, в том числе из города Черкеска. На данный сбор мы, кстати, приглашаем всех желающих, людей, которые желают принять участие в сборе урожая, поэтому милости просим. Альбина Ламкова, Расул Бердиев, Вести, Карачаева-Черкесия, Адыгехабльский район. На этом я прощаюсь с вами, а через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск на Ногайском языке. Затем вашему вниманию будут представлены программы Ногайской редакции. А в 14.30 смотрите Вести с Аллой Динаевой. Удачного дня и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok